День неизвестного солдата Могила неизвестного солдата. О, сколько их от Волги до Карпат! В дыму сражений, вырытых когда-то, сапёрными лопатами солдат. Зелёный горький холмик у дороги, в котором навсегда погребены мечты, надежды, думы и тревоги безвестного защитника страны. Эти стихи были написаны Эдуардом Осадовым в 1969 году. Ежегодно, 3 декабря в России, празднуется День неизвестного солдата. Учреждён он в память о советских и российских воинах, погибших на территории России и за её пределами. В 20 веке, после окончания кровопролитной Первой мировой войны, появилась традиция установки памятников неизвестному солдату, символизирующих память, благодарность и уважение всем погибшим солдатам, чьи останки так и не были идентифицированы. Первый в мире подобный памятник появился в Лондоне. Он называется «Неизвестный воин». Идея его создания принадлежит преподобному Дэвиду Рейлтону, который, будучи армейским капелланом на Западном театре военных действий, увидел могилу, увенчанную грубым крестом, на котором карандашом было написано «Неизвестный британский солдат». Рейлтон предложил похоронить с должными церемониями неопознанного британского солдата в Вестминстерском аббатстве среди королей, чтобы он представлял многие сотни тысяч погибших солдат империи. В Париже у Триумфальной арки также было проведено почетное захоронение неизвестного солдата, погибшего во время Первой мировой войны. Скульптор Григоар Кальве предложил каждый вечер зажигать у могилы неизвестного солдата огонь, чтобы она оставалась освещенной и ночью. У Триумфальной арки в Париже Вечный огонь был зажжен в очередную годовщину Компьенского перемирия 11 ноября 1923 года. Дата празднования Дня неизвестного солдата в России выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой у стен московского Кремля был захоронен прах неизвестного солдата. Перевезен он был с братской могилы, находящейся на 40-м километре Ленинградского шоссе. Здесь проходила линия обороны Москвы. В журнале боевых действий 354-й стрелковой дивизии за 2 декабря 1941 года отмечается, что части дивизии за пять дней оборонительных боев понесли тяжелые потери. Убитыми 148 человек, ранеными 445, обмороженными 238 человек. В июне 1974 года на месте братской могилы был открыт мемориальный комплекс штыки. На высоком кургане находится обелиск в виде трех стилизованных штыков. Они символизируют стрелковые, танковые и кавалерийские части, оборонявшие Москву. Могила неизвестного солдата в Александровском саду – это мемориальный комплекс, состоящий из нескольких элементов. Могилы солдата с вечным огнем, аллеи городов-героев и стеллы городов воинской славы. Композиция «Могила неизвестного солдата» – это плита надгробья, с установленной на ней каской солдата и лавровой ветвью, которые покоятся на неспадающем боевом знамени. В центральной части мемориала расположена ниша с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В центре ниши находится бронзовая пятиконечная звезда, в середине которой горит вечный огонь. Справа от захоронения находится аллея городов-героев. На каждой из 13 тумб с названиями городов-героев помещено чеканное изображение медали «Золотая звезда». Капсулы с землей, которые доставлены с оборонных рубежей городов-героев, хранятся внутри плит. С 12 декабря 1997 года, в соответствии с указом президента России, пост номер один почетного караула был перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата. Караул осуществляется военнослужащими президентского полка. На территории России находятся десятки могил погибших неизвестных героев. Мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены. Во многих странах установлены памятники неизвестному солдату. Первый такой памятник, неизвестный пехотинец, был возведен в Дании в 1858 году. Он посвящен воинам, погибшим в Датско-прусской войне. В Бородинском сражении, переломившем ход Отечественной войны 1812 года, погибло большое количество русских солдат. Почти все они остались на Бородинском поле в безымянных могилах. Поэтому, когда в августе 1962 года было найдено захоронение русского воина, приняли решение установить памятник неизвестному солдату. Прах героя был похоронен неподалеку от Северной Флеши, у западного входа Спаса Бородинского монастыря. Долгое время это был единственный памятник неизвестному солдату в Бородино. Позже во Франции были найдены останки русского офицера, участвовавшего в заграничном походе. В 1814 году он был ранен в бою под городом Нажар-Сюрсен, где вскоре и скончался. Прах русского воина, освободителя Европы через 200 лет, был перевезен на родину и торжественно захоронен на Бородинском поле. В Ногинском районе Московской области находится Богородское кладбище, на котором выделен специальный участок для захоронения военнослужащих, погибших во время боевых действий 1994-1996 годов на территории Чеченской республики. Над могилой каждого из них небольшая мраморная плита с надписью «Неизвестный солдат». Первое погребение 105 неопознанных военнослужащих было осуществлено в 2000 году, а весной 2001 года похоронили еще 60. С тех пор каждый год из многих городов Российской Федерации приезжают родные и близкие тех, кто не вернулся с той войны. В апреле 2013 года было создано Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», которое является крупнейшей организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов. В 2018 году «Поисковое движение России» провело 1525 поисковых экспедиций, в которых приняли участие более 38 тысяч человек. В ходе экспедиций были подняты останки 16 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлены имена и судьбы 615 бойцов. В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих родных, пропавших без вести на полях сражений. Международное общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк» реализовало проект «Добровольцы Бессмертного полка возвращают из небытия имена защитников Отечества», захороненных как неизвестные солдаты на мемориалах Берлина и Вены. В ходе работы были установлены имена советских воинов, необоснованно числившихся пропавшими без вести. Исследовательско-поисковая работа, проделанная в рамках проекта, позволила восстановить более 4 тысяч имен защитников Отечества. Проведение Дня неизвестного солдата крайне важно для России. Чтить память людей, отдавших свою жизнь за Отечество – наш долг. И неважно, известны их имена или нет.